Европолицай для Киева Европолицай для Киева Автор Владимир Молчанов Красная звезда 18 марта 2015 года 18.21 Зачем украинские власти приглашают в страну иностранные военные контингенты Не исключено, что на очередном саммите Евросоюза, который пройдет 19-20 марта в Брюсселе, будет поднят вопрос о развертывании на Украине полицейской миссии С. Официальный запрос Киева на этот счет поступил в штаб-квартиру организации 14 марта Чем он вызван и какое решение может принять Евросоюз, а также к чему оно может привести На эти вопросы в интервью Красной звезде отвечает руководитель группы советников директора Российского института стратегических исследований Владимир Козин Владимир Петрович, в последние дни Киев все активнее выступает за направление на Украину у иностранных военных контингентов Вначале он предлагал сделать это в виде миротворческой миссии ООН, а теперь просит Евросоюз ввести полицейские силы Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно, Украина пыталась сначала провернуть этот вопрос через Совет Безопасности ООН Однако процедура принятия решения по такого рода вопросам в Совбезе очень длительная, занимающая несколько месяцев Как правило, для этого Совет Безопасности направляет техническую команду в ту страну, куда предполагается забросить миротворцев Изучает там военно-политическую обстановку, а затем определяет количественный состав, систему командования и управления будущими миротворческими силами Их финансирование, объемы только после этого принимают решения Надо полагать, такая процедура, а главное то, что для принятия решения требуется согласие всех членов Совбеза Не устроила Киев, и он решил перекинуть запрос на Евросоюз Очевидно, украинские власти считают, что с ЕС будет проще договориться Потому что по существующим в этой организации правилам решения принимает Европейский Совет Это высший орган Евросоюза, в который входят представители 28 стран Спрашивается, а для чего потребовались Киеву европолицейские? Ответ очевиден Прежде всего, чтобы с помощью этой миссии прикрыть неготовность и нежелание выполнять Минские соглашения Во-вторых, киевские власти явно намерены запечатать ДНР и ЛНР в тех фактических границах, которые они сейчас занимают По линии соприкосновения с вооруженными силами Украины и черными батальонами Они также хотят заблокировать границы между ДНР и ЛНР с одной стороны РФ, с другой Так заблокировать, чтобы даже гуманитарная помощь жителям Донбасса не поступала Появление новых схем, которые не предусмотрены Минскими соглашениями и не вызывают доверия, сделают невозможным дальнейшее их выполнение И еще одну цель преследует Киев, приглашая на территорию республики полицейскую миссию Заполучить под ее прикрытием от Запада на двусторонней основе тяжелые виды вооружений не только оборонительного, но и наступательного характера Полицейская миссия звучит более мягко Это не миротворческая операция по принуждению силой Тем не менее в составе полицейских миссий есть тяжелые виды вооружений БМП, БТР, могут даже быть и танки Для Киева нет разницы, какой цвет они будут иметь Насколько ввод таких сил соответствует международным нормам? Ведь Украина не член Евросоюза Верно, Украина не в ЕС, но Евросоюз уже давно проводит подобные миссии Первая в истории этой организации миротворческая операция под условным наименованием «Конкордия» была проведена Евросоюзом в 2003 году в Македонии Наиболее крупной военной операцией ЕС по урегулированию ситуации в кризисном регионе является операция «Алтея» в Босни-Герцеговине, БИК Затем последовали две военные операции, БИК, ЧАТ и Центральная Африканская Республика Четыре полицейские миссии, БИК, Палестинские территории, Афганистан, Демократическая Республика Конго Три миссии содействия установлению правопорядка, Ирак, Косово, Гвинея-Бесау Две наблюдательные миссии, Украинско-Молдавская и Палестино-Египетская границы Количественный состав таких миссий отличается В Афганистане, например, это около 400 человек, в Косовской полицейской миссии ЕС 1600 человек Общие принципы проведения операции и миссии под руководством ЕС, а также порядок привлечения сил и средств в стран-участниц регламентируются рядом документов, в том числе и совместная декларация ЕС и ООН о сотрудничестве в области предотвращения и урегулирования кризисов-2003 Поэтому никаких юридических препятствий ЕС не существует А как относятся к такой идее в Евросоюзе? Способны ли европолицейские обеспечить установление и поддержание мира на Украине? И что за собой влечет для Евросоюза и континента в целом их ввод на Украину? Относятся к этой идее также, как в Совете Безопасности ООН, минус по-разному Есть государства, которые видят скрытые причины, которыми руководствуется нынешняя украинская власть И считают, что это приведет к продолжению конфликта в Донбассе, к поставкам туда новых видов оружия и военной техники стран НАТО во главе США То есть конфликт будет не просто замороженный, как в некоторых других местах земного шара Он продолжит леть, постоянно взрываясь Кроме того, это слишком дорогостоящее удовольствие А лишних денег, в том числе для Украины, у ЕС сейчас попросту нет Наконец, надо полагать, в Евросоюзе осознают, что направление полицейской миссии на Украину окончательно подорвет его отношения с Россией Неизвестно, какое решение примет Евросоюз Вполне возможно, что государства, которые пошли на поводу США в украинском конфликте, проголосуют за такое решение Тем более, что на Украине уже действует так называемая консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора в сфере безопасности Она была создана в июле 2014 года Между Украиной и ЕС есть соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое сейчас будет заменено Поскольку в марте прошлого года Киев подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом То есть все эти документы, увы, могут также подтолкнуть ЕС к размещению такой миссии Россия, со своей стороны, должна официально еще раз объяснить всю опасность такого шага Появление новых схем, которые не предусмотрены минскими соглашениями и не вызывают доверия Сделают невозможным дальнейшее их выполнение Кстати, пресс-служба ОБСЕ заявила, что организация не может комментировать инициативу по приглашению полицейской миссии ЕС на Украину Так как данное предложение выходит за рамки минских соглашений и мандата специальной мониторинговой миссии на Украине, СММ Так, может быть, надо более эффективно задействовать миссию ОБСЕ, которая пока выполняет, на мой взгляд, лишь функции стороннего наблюдателя Несомненно Во всех заявлениях с украинской и российской сторон упор делается на миссию ОБСЕ Именно в ее рамках Петр Порошенко предложил России направить своих наблюдателей на восток республики, где проходит военная операция против ополченцев По словам Порошенко, представители РФ могли бы вести наблюдения на блокпостах на территории Донбасса Сама идея о контроле над соблюдением решения о временном прекращении огня была высказана президентом Украины в разговоре с председателем ОБСЕ Диди Бургхальтером Следует отметить, что Порошенко особо не доверяет миссии ОБСЕ В частности, он нередко заявлял, что она больше выступает с российских позиций В свою очередь, у России, а также у ДНР и ЛНР есть определенные претензии к так называемой специально-мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Но особых препятствий для расширения ее количественного состава нет, как и для повышения эффективности ее работы Уже сегодня представители СММ присутствуют в 10 крупнейших городах Украины, и в центре, и на западе, и на юге, и в Донбассе Препятствовали работе только вооруженные силы Украины, которые их не подпускали к определенным объектам, не давали и до сих пор не дают сведений о том, куда передислоцировалась отводимая украинская техника Тем не менее это самое лучшее, что пока есть по линии контролирования ситуации со стороны мирового сообщества Следует, однако, подчеркнуть, что для решения украинского конфликта нужна не какая-то миссия, а воля политиков Прежде всего и западных Если они потребовали бы неукоснительного выполнения минских договоренностей и прекращения силовой операции на Донбассе На Украине давно шел бы политический диалог между противоборствующими сторонами Но, к сожалению, некоторые западные страны заинтересованы в продолжении украинского конфликта Прочитано 368 раз Продолжение следует... Продолжение следует...